В эфире город С, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Сегодня почти 6 миллионов россиян испытывают проблемы с выплатой кредитов. Из них каждый десятый уже накопил задолженность сроком выше 90 дней и более чем на 500 тысяч рублей. Закон о банкротстве физических лиц обсуждался последние 10 лет и вызывал множество споров. С одной стороны, новый закон позволяет людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, разделаться с непомерно большими долгами, а с другой это может вылиться в финансовую необязательность и большие убытки для кредиторов. Но как бы то ни было, закон о банкротстве физических лиц принят и подписан еще в декабре 2014 года. И сегодня мы говорим об этом с Александром Литониным, заместителем руководителя УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем в прямом эфире. 202 11 22. Телефон для ваших вопросов. Звоните, пожалуйста, в студию. Если вопросы есть, то вы непременно получите на них ответы. Александр Владимирович, процедура банкротства физлиц для нас новая, скажем так. Насколько популярной, ну может быть, если это слово вообще не совсем правильно, насколько распространенной уже стала она в Самарской области? Ну процедура достаточно распространена. Вы правы, закон достаточно тяжело принимался. Вы правильно сказали, что более 10 лет. Несколько законопроектов вносились поочередно и все они на какой-либо стадии отклонялись по какой-либо причине. Ну вот, видимо, пришло то время, когда закон должен был быть принят. Тем более, вы правильно говорите, что одна из основных задач решить проблему с населением, которое закредитовано. Действительно, достаточно большое количество людей, кто попал в тяжелую ситуацию, взяв кредит и в итоге в дальнейшем не может его надлежащим образом погасить. Это вот основная такая категория, ради которой, наверное, этот закон и будет использоваться в первую очередь. Что касается, насколько распространен, ну здесь мы, наверное, если проанализируем сайт арбитражного суда, арбитражных судов, арбитр.ру, то если посчитать, вот сколько процедур сейчас имеется у нас в наличии в Самарской области, то вот уже начиная с 1 октября прошлого года, когда закон вступил в силу, уже более 500 дел о банкротстве в нашем суде рассматривается. Это только в нашем. Вот. И уже по 276 из них введена та или иная процедура банкротства. То есть, насколько я помню, 232 процедуры уже реализации имущества и 46 реструктуризации долга. Вот это вот два вида процедур, которые наряду с мировым соглашением предусматриваются этим законом. В целом, основной посыл закона, значит, решению вопросов погашения долгов граждан. Безусловно, законодательство о банкротстве Новой Российской Федерации действует достаточно давно, в начале 90-х, но, тем не менее, эта процедура применялась до последнего времени в отношении организаций и предпринимателей. И хотя в гражданском кодексе, который также принимался в начале 90-х годов, говорилось о возможности банкротства гражданина, но специальный закон об этом не принимался. Вот сейчас он принят. В общем-то, общее положение законодательства о банкротстве, которые применялись по отношению к юрлицам, они аналогичны и к физлицам. Естественно, в силу того, что особый статус, физлицо, определенные процедуры имеют нюансы. Основной посыл закона – это подача заинтересованным лицом, либо гражданином, либо кредитором, либо полномочным органом заявления, которое должно быть обосновано, суд проверяет его обоснованность. И, соответственно, в случае, если заявление о банкротстве действительно обосновано и подтверждено, то в этом случае уже суд переходит непосредственно к процедурам, которые описаны в законе. Основные положения связаны в том числе с тем, что должник должен вести себя добросовестно в рамках этой процедуры, поскольку предусматриваются определенные негативные последствия в случае, если создаются какие-то препятствия, либо недобросовестное поведение со стороны должника. И сразу хочу предупредить, что если кто-то хочет воспользоваться этим инструментом банкротства для того, чтобы сбросить себя долги и пытаться заняться тем же, получать кредиты, при этом не заплатив, не погасив задолженности уже имеющиеся, сразу предупрежу, что, вот как у нас многие любят имущество выводить, для того, чтобы избежать взыскания за счет имущества, закон предусматривает определенные процедуры, связанные с возвратом этого имущества опять в конкурсную массу. Уже выведенного? Да, да, да. Здесь, согласно закону, производится предварительный анализ всей деятельности должника в пределах трех лет предшествующих подачи заявления. Поэтому сразу хочу предупредить, что недобросовестные действия, они недопустимы. Ну а вот кто проверяет добросовестность как раз о сведении от потенциального банкрота? Здесь, в первую очередь, надо говорить как о добросовестности, так и о совершении действий именно в рамках законодательства. Безусловно, первый субъект, это кто будет проверять заявление и вообще деятельность должника, это арбитражный суд. Как я уже сказал, что при подаче заявления, оно должно быть чем-то подтверждено и обоснованно. То есть, если гражданин подает на себя сам, то в этом случае он должен также приложить информацию о своем имущественном состоянии, насколько его состояние действительно отвечает предбанкротному, банкротному. И, кроме того, не лишает никто прав кредиторов осуществлять контроль. То есть, в ходе процедуры банкротства они также могут осуществлять контроль. Статус финансовоуправляющего, который также назначается судом при процедуре банкротства, он также осуществляет контроль за деятельностью должника, и именно он является тем лицом, который вправе проводить анализ за три предшествующих года и, соответственно, уже изучать, насколько законно велся должник, насколько он законно себя ведет уже в стадии банкротства. Ну и, безусловно, если это касается, речь идет о долгах перед государством, то в качестве, скажем так, такого кредитора от имени государства, называется это кредиторополномоченный орган по закону, таким уполномоченным органом является Федеральная налоговая служба. То есть именно мы выступаем от имени государства по долгам граждан по налогам и по обязательным платежам и иным денежным обязательствам перед Российской Федерацией. В принципе, уже это более 10 лет статус на нас возложен, и практика у нас определенная наработанная есть. Да, безусловно, мы работали больше пока с юрлицами, но, тем не менее, сейчас активно работаем по гражданам. Если я вас правильно поняла, то нужно обратиться в суд с заявлением о признании неплатежеспособным гражданина. Ну а в какое именно это суд по месту жительства? Вы знаете, да, первоначально проект закона предусматривал, что в отношении граждан дела банкротства будут рассматривать суды общей юрисдикцией, то есть районные суды. Ну вот в последний момент все-таки решили, что этим будут заниматься арбитражи. Я так полагаю, здесь в первую очередь сказалось то, что арбитражи также наработали уже достаточно богатый опыт в сфере рассмотрения дела о банкротстве, поскольку, по-моему, с 92-го года, начиная, у нас законодательство о банкротстве принято, действует, и, соответственно, суды уже имеют какой-то, арбитражные суды, имеют какой-то опыт рассмотреть их дел, практику применения наконодательства в конкретных ситуациях. Поэтому все-таки в последний момент дела о банкротстве физических лиц также были переданы в компетенцию арбитражного суда. Арбитражные суды у нас в Российской Федерации, согласно законодательству, существуют по первой инстанции в каждом субъекте Федерации. У нас, соответственно, это арбитражный суд Самарской области. Я напоминаю нашим зрителям, вы смотрите «Город ТЭС». У нас сегодня в гостях Александр Литонин, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области. И говорим мы о том, что делать, если вы не можете выплатить свои долги. 202-11-22, телефон в нашей студии. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Александр Владимирович, а кто может объявить себя банкротом? Ну, безусловно, это гражданин. Закон, который внес изменения к законодательству о банкротстве и добавил главу о банкротстве граждан, прямо предусматривает, это вот первые статьи идут о том, что заявление может подано быть гражданином. Безусловно, при определенных условиях. То есть условия какие? У гражданина должна быть задолженность не менее 500 тысяч рублей, которая не гасится в течение трех месяцев. Наличие судебного акта о том, что этот долг действительно зафиксирован судом уже. При наличии этих условий должник, гражданин, обязан подать заявление о банкротстве. И я подчеркиваю, что это именно обязанность по подаче заявления, поскольку административное законодательство, Кодекса Российской Федерации, административное судо, административное, КОАП РФ, прямо предусматривает, что в случае, если гражданин не подает заявление при наличии обязанности по подаче, в этом случае предусмотрены штрафные санкции. То есть здесь наряду с тем, что должник, гражданин, будет нести определенное последствие по факту рассмотрения его заявления, он, кроме того, должен будет еще и заплатить штрафные санкции за несвоевременную подачу, либо за неподачу заявления на банкротстве. Это что касается обязанности гражданина. То есть если три месяца не можешь выплатить 500 тысяч, то непременно нужно это делать? Подача заявления, да, безусловно, в этих случаях обязательна. Закон также предусматривает, когда гражданин вправе обратиться. То есть в случае, если он предвидит свою последующую банкротную ситуацию, например, если у гражданина имеется несколько кредиторов, в случае, если с одним из них он рассчитается, но при этом не сможет рассчитываться с остальными. То есть ввиду того, что у него финансовая составляющая не позволяет этого сделать, в этом случае у него есть право подать. То есть здесь уже не действует правило 500 тысяч, просто должник, рассчитываясь с одним из кредиторов, понимает, что в дальнейшем у него могут быть проблемы при расчетах с остальными кредиторами. Вот в этом случае у него есть право подать. То есть при долге в один рубль тоже можно попытаться подать такое заявление? Ну, я не думаю, что при долге в один рубль у должника будет идея подобраться в арбитражный суд, поскольку, я думаю, рубль это не та задолженность, за которой будет вводиться процедура, поскольку сама процедура тоже стоит определенной суммы, минимально это 10 тысяч рублей. Поэтому, я думаю, граждане, имеющие такую маленькую задолженность, я думаю, не стоит им обращаться. Ну, хорошо. А как вот она все-таки проходит, сама процедура банкротства? Ну, начинается она с подачи заявления, то есть вот основной субъект, который может подать в определенных условиях и должен, то есть это гражданин. Кроме того, заявление может быть подано кредиторам этого гражданина, то есть лицом, перед которым у гражданина имеется задолженность, ну, либо, соответственно, полномочным органам, то есть органами Федеральной налоговой службы. Процедура достаточно простая, то есть в арбитражный суд направляется заявление с приложением пакета документов, подтверждающих то, что действительно должник находится в банкротном состоянии. Это заявление рассматривается, в заявлении также в дальнейшем указывается саморегулируемая организация, из которой должен быть назначен финансовый управляющий. На этой фигуре я чуть попозже подробнее остановлюсь. Вот, и в дальнейшем суд рассматривает это заявление. По итогам рассмотрения, в зависимости от каждой конкретной ситуации, суд может ввести одну из трех процедур. Это либо ареструктуризация долга, либо реализация имущества, либо мировое соглашение. Ну, вот мировое соглашение у нас пока таких процедур не введено, достаточно такая, не то что уникальная процедура, но не очень она распространена. Если коротко на них останавливаться, то... Александр Владимирович, вот я сейчас позволю себе вас перебить. Давайте мы примем звонок и потом продолжим разговор. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло, да, я вот такой хотел бы вам задать вопрос. Мы обращались в председательный суд, вот, нам сказали, что этот вопрос решается через юристов. А юристы, извините, берут до 100 тысяч. Я и в интернете смотрела, что как лучше делать, обращались в 10 минут за деньги, если прошли суд о банкротстве, и каждый мне предлагает до 100 тысяч. Да, работаю. Понятен вопрос? Вопрос понятен. Да, спасибо. Ну, что касается расценок, здесь мне сложно говорить, поскольку каждая юридическая консультанция, каждый юрист, наверное, он свои услуги предлагает на собственных условиях. Если, например, обратить внимание, сейчас у нас в городе достаточно много объявлений буквально на каждом столбе, и там, насколько я обращал внимание, расценки намного ниже, чтобы готовы подать на банкротство. Ну, можно же, наверное, обойтись вот без такой помощи. Да, безусловно. Здесь, наверное, я так полагаю, это была либо консультация в суде, либо какая-то другая ситуация. Но дело в том, что если заявление уже подано, то оно должно быть так или иначе судом рассмотрено. То есть суд его просто так вернуть для того, чтобы обращение было ли именно через юриста, он не вправит. Это им полномочия, установленные законом не позволяют. Вопрос, скорее всего, связан с тем, чтобы заявление, которое подлежит подаче в арбитажный суд, было составлено именно в соответствии с требованиями, установленными законом. Достаточно подробно они прописаны. То есть, еще раз говорю, что само заявление, сумма долга, время, в течение которого оно не исполняется, и сведения об имущественной ситуации, достаточно подробно это в законе расписано. Более того, насколько я знаю, в справочных правовых системах, в частности, Консультант Плюс, имеются образцы документов, в том числе и заявления о подаче на банкротство. То есть здесь даже человек, не имеющий юридического образования, при наличии, скажем, текста закона, при наличии этого образца заявления, достаточно просто может это все составить. А в дальнейшем это уже дело техники, то есть, если заявление принято, и арбитражным судом к производству, в дальнейшем уже процедура будет выводиться, исходя из ситуации, которая у гражданина. Хорошо, мы с вами говорили о том, что в мировое соглашение практически нет таких прецедентов, да, заключается редко. Какие другие варианты возможны, и что дальше, собственно, будут заявления податом, приняты? Ну, первая ситуация, значит, когда, наверное, это самая наиболее интересная процедура для должника, для добросовестного должника, который действительно хочет по мере возможности рассчитаться со своими кредиторами, это ареструктуризация долга. Она вводится на три года, и ее введение зависит от того, насколько должник сможет об этой процедуре договориться, соответственно, с кредиторами. То есть, если кредиторы готовы на это идти, то, в общем-то, утверждается план ареструктуризации, и в дальнейшем этот план утверждается судом. Что из себя представляет план ареструктуризации? В общем-то, это грубой график погашения задолженности в течение трех лет. Плюс здесь какой? С момента введения ареструктуризации прекращается начисление штрафов пеней на задолженность, которую имеется у гражданина, в этом для него огромный плюс. И, кроме того, в случае, если кредиторы до этого уже предпринимали меры для того, чтобы взыскать с должника сумму долга, скажем, через судебных приставов, то вот в этой ситуации при введении ареструктуризации все мероприятия, не связанные с делом банкротства, также прекращаются. То есть, приставы больше не взыскивают, и все взыскания могут пройти только в рамках законодательства о банкротстве. То есть, если план ареструктуризации утвержден, то только в соответствии с графиком. Но здесь, правда, есть одно условие. У должника должен быть либо достаточно доход он получает, чтобы было понятно, что он действительно сможет осуществлять погашение этой задолженности, либо у него достаточно должно быть имущество или в перспективе доход он мог получать. В случае, если вот этих условий не имеется, то арбитражный суд, скорее всего, такую процедуру может не ввести, даже если кредиторы об этом договорятся с должником. Вот. Ну, соответственно, из-за того, что если у должника не имеется источника дохода и недостаточное имущество, вытекает возможность введения другой процедуры... Нет, для этого существует другая процедура, как раз реализация имущества. В этом случае финансовый управляющий, который назначается судом, он как раз осуществляет контроль за деятельностью должника в рамках процедуры, как реализации имущества, так и, в частности, ареструктуризации долга. Так вот, финансовый управляющий приступает к формированию конкурсной массы, в которой может быть включено любое имущество, которое у должника имеется, за исключением имущества ограниченного взыскания, в частности, имущество для бытовых нужд, единственное жилье и тому подобное. Вот, значит, формируется конкурсная масса, в дальнейшем происходит ее реализация в рамках законодательства банкротства, а за счет вырученных денежных средств погашаются уже требования кредиторов. Ну, как правило, на всех не хватает, в случае, если должник вел себя в ходе процедур добросовестно, у него не было привлечения к административной ответственности, к уголовной, если он предоставлял финансовому управляющему, оказывал полнейшее содействие, предоставлял информацию о своем состоянии, документы, в этом случае оставшиеся долги будут списаны. Вот, то есть здесь вот должник, грубо говоря, после завершения процедуры, он выйдет чистеньким. Вот, ну, а мировое соглашение, это, в общем-то, процедура, которая несколько похожа на процедуру рестуризации. Здесь заключается она в том, что должник с кредиторами на определенных условиях заключает соглашение, кредиторы упрощают часть долга, а, соответственно, должник, опять же, в течение какого-то периода должен все это погасить. В случае, если он не выполняет, то мировое соглашение может быть судом в дальнейшем отменено. Плюс мировое соглашение, в отличие от рестуризации, в том, что с момента утверждения мирового соглашения прекращается процедура банкротства, финансовый управляющий больше уже за должником, грубо говоря, не следит, вот, и должник уже в рамках этого заключенного мирового соглашения рассчитывается самостоятельно. Что касается фигуры финансового управляющего, вроде бы термин новый, поскольку все привыкли, вот, арбитражный управляющий, конкурсный управляющий. На самом деле это тот же арбитражный управляющий, просто в рамках процедуры банкротства гражданина он называется финансовым управляющим. И суть его деятельности заключается как раз в том, чтобы, например, как я сказал, при реализации имущества формировать конкурсную массу, кроме того, в том случае, если вводится процедура ареструктуризации долга, финансовый управляющий при этой процедуре запрашивает у должника всю документацию, связанную с его имуществом, с его деятельностью, анализирует его деятельность за предшествующие три года. В случае, если выявляются факты, когда должник отчуждал свое имущество, выводил его, грубо говоря, или переводил на родственников, или, скажем, заключал сделки по невыгодной для себя цене, вот эти сделки, они могут быть признаны недействительными, и, соответственно, имущество возвращается обратно в конкурсную массу, за счет него потом погашения в дальнейшем может быть. Ну и, кроме того, определенные ограничения в связи с деятельностью финансового управляющего должник также испытывает, поскольку целью же является банкротство не только, чтобы должника вот эти вот долги списать, которыми не сможет рассчитаться, ну, в том числе и удовлетворение требований кредиторов, которые эти долги предъявили. Так вот, именно для того, чтобы вот этот баланс был соблюден, финансовый управляющий обладает такими полномочиями, как согласование сделок должника на сумму свыше 50 тысяч рублей. То есть в рамках процедуры банкротства должник будет ограничен в своей деятельности, и любая сделка, предметом которой является имущество, акции, доли, общество ограниченной ответственности и тому подобное, вот любое имущество, стоимость свыше 50 тысяч рублей, такая сделка может быть должником совершена только с одобрением финансового управляющего. Это чтобы он не наделал еще долгов или наоборот, чтобы не вывел имущество? Ну, представляете, вот вводится процедура банкротства в отношении должника, у которого там есть определенный имущественный комплекс, он берет его и дарит кому-нибудь там или продает там за бесценок. Вот, понятно, что рынок, конечно, выше, поэтому финансовый управляющий для того, чтобы процедура шла вот в установленных рамках, и чтобы обеспечить баланс интересов как должника, так и кредиторов, как раз этот контроль и осуществляет. Я хочу еще раз напомнить нашим зрителям телефон прямого эфира 202-11-22, а в гостях сегодня в городе С Александр Литонин, заместитель и руководитель ОФНС России по Самарской области, и мы говорим о том, как происходит процедура банкротства физических лиц, что делать, если вы не можете рассчитаться со своими долгами. Вы сказали, что происходит реализация имущества должника, а как, что раздается объявление приходить в аукцион? Ну нет, безусловно, конечно, закон прямо регулирует всю эту процедуру, то есть первоначально при процедуре реализации имущества осуществляется сбор конкурсной массы. То есть прежде чем приступить к реализации, финансовый управляющий должен принять все меры для того, чтобы эту конкурсную массу сформировать, для того, чтобы уже потом дать оценку, насколько долги могут быть погашены. То есть он приходит к должнику домой с листочком переписывания? Во-первых, у него есть полномочия затребовать у должника всю документацию относительно его имущества. Конечно, недобросовестные должники могут эту документацию либо неполностью дать, либо вообще не дать. И в этих случаях у финансового управляющего тоже компетенция достаточно обширная. Он может получать эту информацию из налоговых органов, например, является ли должник учредителем каких-то юридических лиц, может, у него доли уставного капитала имеются. Может запрашивать регистрирующие органы, скажем, Росреестр, наличие должника. Сегодня источников вообще много. Да, безусловно. Получить такую информацию. Тем более, если это в отношении таких объектов, которые подлежат регистрации, либо где-то учитываются, именно из-за этих структур финансовая управляющая информация получит и в дальнейшем конкурсную массу включит. После того, как конкурсная масса сформирована, объявляются торги. То есть это происходит как на электронной площадке, примерно по той же аналогии, как происходят аукционы при госзакупках. В общих чертах примерно та же ситуация. И, соответственно, осуществляется реализация. Денежные средства перечисляются на единый счет. Там аккумулируется. После того, как процедура реализации имущества завершена, осуществляется расчет со всеми кредиторами. А какие долги не подлежат списанию? Есть определенная категория. Скажем так, она не очень большая. Но в первую очередь я бы хотел еще раз заострить внимание на том, что долги могут не списываться в том случае, если должник в ходе процедуры либо был привлечен к закидыванию правомерных действий в рамках банкротства к административной ответственности, к уголовной. В том случае, если он не представлял документацию финансовоуправляющему, в таком случае вообще долги не будут списываться. Что касается непосредственно самой категории, которая при даже добросовестном поведении не будет списана, то, скажем так, общее понятие этих долгов – это долги, связанные с личностью должника. То есть это, например, долги его по возмещению морального ущерба, возмещению вреда здоровью, алименты и тому подобное. Вот такая категория, она списываться не будет. И по таким долгам, которые не списываются, после завершения процедуры банкротства арбитражный суд выдает кредиторам, соответственно, исполнительные листы, и уже взыскиваться это может в общем порядке. А позволяет ли закон о банкротстве физических лиц признать его банкротом, человека, без его на то желания? Ну да, безусловно. Желание гражданина признать себя банкротом возможно только в одном случае, когда он сам подает заявление. Во всех остальных случаях, когда с такими заявлениями обращаются кредиторы, либо полномочный орган, в таком случае, конечно, желания уже банкрота не учитываются. Но на самом деле, не надо так бояться этой процедуры. Еще раз повторюсь, при добросовестном поведении, наоборот, человек избавится от долгов. Вот. И начнет свою жизнь с экономической точки зрения, ну, с чистого листа. Вот. Есть же плюсы, есть минусы. А вот как принять взвешенное решение, определить эти самые плюсы и минусы? Здесь, во-первых, все, конечно, зависит, если это решение будет принимать гражданин, то зависит от него самого. Потому что кредиторы-то, они будут присоединять только одну цель. Им нужно взыскать, поэтому при наличии условий они, безусловно, подадут. Гражданин. Ну, здесь, в первую очередь, плюсы и минусы нужно взвесить. Плюсы какие? То, что избавляется от долгов. Вот. То, что, в общем-то, с момента введения процедуры прекращается начисление штрафов пеней, то есть заморозка долга. Вот. Ну, и, в общем-то, уже в дальнейшем он может начинать, еще раз повторюсь, с чистого листа. А минусы? Минусы определенные тоже есть. Во-первых, в течение пяти лет после завершения процедуры должник должен будет указывать, в случае, если он захочет получить кредит, в заявлениях на выдачу кредита он должен будет указывать, что он был ранее призван банкротом. И кредит ему на 99% не дадут? Ну, не факт. Здесь, конечно, у банков же есть служба своя, которая проверяет вероятность невозврата денежных средств. Здесь уже от службы банка будет зависеть. Если у должника имеются либо поручители, либо какое-то имущество, которое он нажил, опять же, вполне вероятно, что этот кредит будет ему выдан. Кроме того, должник не вправе будет занимать должности в органах управления в течение трех лет. На период процедуры банкротства он может быть лишен возможности выезда за границу. Наверное, вот такие основные минусы. Но в целом процедура достаточно прописана, соответствует нормам европейским, поэтому ничего тут страшного нет. Александр Владимирович, у нас есть несколько вопросов, которые поступили до эфира. Зрители, видимо, переживали, что не смогут дозвониться. Вот вопрос от Ивана Андреевича. По амнистии капиталов он спрашивает, до какого срока можно подать спецдекларацию? С банкротством немного не связано, но тем не менее, да. Насколько я помню, в прошлом году эти поправки были приняты. Возможности так называемой амнистии капиталов и путем подачи спецдекларации. Срок подачи спецдекларации переносился, но вот больше не переносится. И последний срок ее подачи 30 июня включительно. Для того, чтобы подать, нужно обратиться либо в налоговый орган по месту жительства, соответственно, там задекларировать не все, либо в федеральную налоговую службу. Вот. Ничего тут страшного, опять же, нет. Правильно это все называется как амнистия капитала, поскольку все эти документы и информация, которая в них будет содержаться, она будет учитываться исключительно федеральной налоговой службой. Эта информация не подвержит разглашение, она не может быть использована в каких-то, скажем, иных процедурах, связанных с какими-то другими службами. То есть эта информация будет находиться именно в федеральной налоговой службе. И, соответственно, гражданин исполнит свою обязанность, в том числе, если эти капиталы и расчетные счета, скажем так, ранее открывались с какими-то нарушениями законодательства. Что касается формы декларации, то она размещена на официальном сайте федеральной налоговой службы в разделе деофшеризация и декларирование зарубежных активов. В общем-то, там ее можно скачать и, соответственно, заполнить. И вот еще успеем, наверное, еще один вопрос. Ну, коротко, вероятно, Максим задает вопрос. У меня есть личный кабинет на сайте ФНС. Слышал, что теперь можно отказаться от пересылки почты и через личный кабинет получать электронные уведомления суммы налогов. Так ли это? Да, действительно. Тоже не по банкротству. Действительно, поправки были приняты совсем недавно. Они вступили в силу. И в том случае, если у гражданина открыт личный кабинет, то документы ему теперь будут присылаться туда. Но бумаги их получать не будет. Если же он все-таки хочет их получить на бумаге, то для этого ему надо обратиться в любой налоговый орган с заявлением о том, что прошу направлять мне любую информацию по налогам на бумаге. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить, что с этого года изменены сроки уплаты имущественных налогов, земельного, имущественного и, соответственно, транспортного налога. Теперь этот срок будет 1 декабря. Ранее был 1 октября. И об этом мы, кстати, говоря, говорили в прошлой программе, но вот сегодня напоминаем. Александр Владимирович, я благодарю вас за участие в нашей программе. Надеюсь, что на большинство вопросов мы все-таки успели ответить. Удачи в работе. Мы прощаемся со зрителями Горда Эс. Увидимся в телевизионном эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова